Исцелен, чтобы общаться Это может быть для человека проблемой или даже причиной страданий Это страдание, когда человек не может выразить все то, что у него на сердце Через несколько мгновений прочту вам историю человека, который пережил невероятное исцеление Это исцеление пришло от рук самого Иисуса У этого человека была настоящая проблема Человек был очень ограничен, так как что-то в его теле не функционировало Иисус исцелил его, потому что он понимал, в чем проблема Так давайте посмотрим Евангелие от Марка, 7 главу Привели к нему глухого, косноязычного и просили его возложить на него руку Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему И, плюнув, коснулся языка его И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему Ефафа, то есть отверзис И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка И стал говорить чисто И повелел им не сказывать никому Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали И чрезвычайно дивились и говорили Все хорошо делает И глухих делает слышащими И немых говорящими Вспоминаю одного человека Он был на пенсии Жена его страдала и говорила Муж не общается ни с кем, потому что он оглох И так он был совершенно глухой И поэтому жил в своем отдельном мире Также вспоминаю еще одного человека Который страдал, потому что не мог общаться с людьми Я служил этому человеку в другой церкви в течение многих лет Он болел склерозом, и болезнь постепенно прогрессировала Он передвигался на коляске и в конце уже не мог говорить Он мог только плакать Я приходил к этой семье, и жена старалась как можно лучше ухаживать за мужем Но она не понимала, в чем он нуждается Она говорила Я не понимаю, что он хочет Я отвечал ей, что необходимо слушать его слезы Он только так мог выразить себя Это действительно причиняет боль, когда человек не способен общаться Однако Иисус освободил и исцелил человека Он выбрал способ, который был нужен именно этому человеку Друзья человека подошли к Иисусу и умоляли его Потому что они понимали, каково его страдание Они говорили Иисус, сделай что-нибудь Возложи на него руки Но Иисус не возложил руки Иисус всегда исцеляет по-разному Иисус применил четыре пути, чтобы полностью восстановить общение в жизни этого человека Во-первых, он отделил его Он отвел его от народа Иисус хотел встретиться с ним лицом к лицу Спокойствие вдалеке от толпы А вот что Бог желает прежде всего для каждого из нас Для вас лично Он желает отделить вас Он хочет, чтобы вы выделили время только для него Чтобы вы могли встречаться с ним лицом к лицу И на время отстраниться от всего того, что отвлекает вас Во-вторых, Иисус установил контакт Интересно то, что Иисус прикоснулся к голове этого человека Он вложил свои персты в его уши А потом воззрел на небо Представьте человека, который следовал движениям Иисуса Он видел, что Иисус молил Отца И повелел отверзись Посредством этого визуального контакта с Иисусом Человек получил веру, любовь, молитву Дух молитвы коснулся этого человека Вера повлияла на него Таким образом, он понимал Что его отношения с Богом Должны быть крепкими Как отношения Иисуса с Отцом В-третьих, Иисус вложил персты в уши человека Это был третий путь коммуникации Иисус коснулся мертвого места Иисус вложил персты, чтобы восстановить человека И совершить настоящее освобождение И исцеление в сфере общения Некоторые люди говорят «Я не слышу Бога» Но мы можем задать следующий вопрос «Бог молчит или человек глухой» Проблема часто заключается в том, что человек глухой Мы озабочены чем-то Мы слышим, но не слушаем Мы по-настоящему не слушаем Мы не слышим о нуждах ближних Мы хотим, чтобы нас слушали Но согласны ли мы слушать других? Есть люди, которые говорят о себе О своих проектах О своих делах Но их не интересуют другие люди Их не интересуют ближние Иисус желает нас освободить от этого Чтобы мы были способны выйти из своего мира Этого маленького мирка Он желает, чтобы мы могли выйти из своего мира И услышать других Он также желает, чтобы мы были в распоряжении у Господа Который хочет с нами общаться Далее в четвертых Иисус вдохнул на язык этого человека Человек стал говорить чисто Слово «чисто» в оригинале звучит как «ортос» Отсюда образовалось слово «орфография» Ну, к примеру, и многие другие Это слово означает «говорить правильно» Божье помазание, которое коснулось языка человека Исцелило его Человек стал говорить правильно Завершаю следующими словами Нуждаетесь ли вы в том, чтобы Иисус коснулся вашего языка Чтобы освободить вас от негативной, критической или осудительной речи Нам нужно говорить правильно Наша речь должна быть сполна любви, доброты Она должна быть позитивной и измененной Пророк Ветхого Завета Исайя говорил еще в свое время Господь, мне нужно очистить уста Пусть это будет моей и вашей молитвой так же А не только молитвой благочестивого, ветхозаветного пророка Мы тоже нуждаемся в этом Благословляю вас и вдохновляю вас Приходить к Господу Иисусу Чтобы Он исцелил ваше общение Чтобы вы могли быть благословением для многих людей До скорой встречи Благодарю вас за внимание Субтитры создавал DimaTorzok